привет друзья сегодня как вы уже догадались речь пойдет о шпагате для многих из вас вполне осуществимая задача сесть на шпагат до сих пор остается какой-то туманной мечтой которая годами тянется из года в год и я даже знаю почему вижу вы вы первый раз потянулись потянулись от всей души и на следующий день вы отдыхали незаметно прошло три дня вы решили потянуться еще раз потому что вы очень системный человек вы потянулись ноги болели сильнее прошла неделя вы были очень заняты героическим усилием вы заставили себя потянуться еще раз поняли что результата нет и не стало нисколько лучше вы подумали приняли решение что это не для вас знакомая история в таком случае сегодня начнутся настоящие чудеса потому что со мной вы сядете на шпагат за 10 минут 10 минут в день это не так много 10 минут это меньше чем полазит по новостям вконтакте понимаете я совмещаю приятное с полезным поэтому сегодня мы будем читать и интереснейшую биографию галина сергеевна улановой у вас вообще малина потому что вы будете просто растягиваться и слушать вот здесь ставим видео на паузу идем за ковриком прыгаем бегаем машем руками разгоняем кровь дыхание участилась кровь забегала садимся на коврик мне тянется точно так же как и вам так что я с вами вполне солидарно ноги как можно шире и в течение пяти минут мы начнем с пяти минут мы просто потихонечку наклоняемся вперед начинаем с такого положения и потихонечку наклоняемся 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 удлиняем тело готовы и так засекаем пять минут и в течение пяти минут я вам читаю вы слушаете сидите и потихонечку тело кладете вперед лафа наслаждаемся жизнью напоминаю читаемую биографию галины сергеевна улановой не автобиографию а биографию которая записала журналистка смысле и так когда уланова впервые выступила в такой труднейший для балерина партии как аврора спящая красавица обращала внимание то что все технически сложные самые казалось бы формальные бессодержательные движения и по наполняла она каким-то смыслом согревала чувством и от этого они становились по особому красивыми поющими такой виделась юная балерина самым взыскательным просвещенным зрителям и вот опять ее парадокс воспоминаниях улановой первое выступление предстает совсем в ином свете как происходили мои первые выступления переспрашивала она и отвечала волнение безумный страх больше ничего никакого удовольствия от выхода на сцену я не получала даже когда на репетиции вроде что-то удавалось потом не выходила на сцене одно движение не выходит другое не доделала с третьего падали мама просила федора васильевича лопухова он тогда был художественным руководителем не надо ей так много давать она не справляется а он отвечал ничего пусть падает это от волнения пусть привыкает не только меня но всю молодежь не боялись выпускать на сцену и в общем преодолевая трудности мы крепли не будет такого времени я быть может и не вышла бы в балерина галина сергеевна я просила бы вас немного пояснить что значит в балетном лексиконе понятие балерина сейчас балериной называют всех подряд кто танцует та и балерина ну да в обыденной жизни это так упростилось а если придерживаться строгих правил балерина та кто ведет балеты танцуют ведущие главные партии царское время это звание присваивалась особым приказом когда человек достигал определенной высоты в своем мастерстве советские годы принято стало все старое менять и в штатном расписании вместо балерина появилась солистка высшей категории но это не привелось длинно и невыразительно ну а если продолжать о наших ступеньках в балете то после балерины или вернее сказать до балерины есть первые солистки вторые солистки корифейки кардебалет в кардебалет свою очередь различается кто в какой линии стоит первая линия это одно последнее другое то что называют у воды там в глубине сцены задник на котором или за которым когда требуется изображается вода озеро река море отсюда и выражение у воды но есть партии формально не ведущие но по сути уже балеринские та же фея та же партия флорины развернутая по дд так что вы сразу получили партию балерины так это потому о чем я уже рассказала не хватало балерин опять-таки если уж совсем старинным правилам то сначала любую выпускницу или выпускника ставили в кардебалет и постепенно человек проходил все ступеньки и доходил до какого-то по своим способностям предела кто до балерины кто до солистки но жизнь идет ритм и и убыстряется не всегда теперь этого придерживаются сейчас иногда случается другой перекос переизбыток балерин вы учились в школе рядом всегда находилась мама пришли в театр рядом папа режиссер ведущий балетные спектакли когда сергей николаевич стал режиссером когда я пришла в школу то он как раз перешел на эту работу от танцевал на сцене 20 лет срок когда артисту балета положено пенсии работа режиссера внешне неприметная но чрезвычайно важная ответственная и трудная надо очень хорошо знать все спектакли и новые и старые надо иметь определенные человеческие качества чтобы доброжелательно обращаться с целым коллективом артистов где у каждого свой характер режиссер вместе с балетмейстером педагогами определяет состав исполнителей каждого спектакля и перед спектаклем проверяет сели на месте вдруг у кого-то что-то случилось удлиняем тело вперед значит надо срочно найти замену обычно у тех кто танцует основные партии дублер бывает назначен но надо успеть его предупредить вызвать режиссер контролирует ход спектакля выходы артистов на сцену он отвечает за театральную машинерию чтобы вовремя на сцене пошел снег или дождь взлетел воздух сильфида и тому подобные вещи он дает команду открыть и закрыть занавес объявить антракт у режиссера есть такая тетрадка где записаны все его обязанности во время спектакля но папа всегда все знал на память и эта тетрадка держалась им больше для успокоения не знаю как вам а для меня время пролетело незаметно завтра продолжаем читать и мне кажется мы отлично потянулись у меня такое предложение давайте устроим флешмоб в комментарии под видео пишем число которого вы к нам присоединились сегодня у нас первый день город возраст и ваши ощущения и самые смелые интересные люди прикрепляют фото своего шпагата на нынешний момент и мы будем сверять будет группа вконтакте в которой мы будем контролировать процесс и сверять результаты от вас требуется раз день включать видео потому что я вас замотивирую и отвлеку от боли и оставлять коммент согласитесь вполне реально так что до завтра